Всем привет! Это Хейон! В Корее уже весна, много цветов и цветов В феврале я придумала приготовить черный хлеб самой Потому что я его очень уважаю Но в Корее найти его немного сложно И если я его найду, то он немного дорогой Поэтому я искала рецепты в интернете Их очень много и все по-разному готовят Попробуем, получится ли или нет Это моя первая попытка Нужно 4 мл воды и дрожжи 10 грамм Но у меня 8 грамм, но без разницы мне кажется Дрожжи, конечно, не вкусно пахнет Как лекарство пахнет Сахар примерно вот так Понялось, как должно быть? Обычная мука В Корее небольшие продукты Органические продукты Я первый раз вижу такую муку Ой, по-моему, это слишком много О, соль нужна Попробуем в воду, дрожжи Пока не понятно О, очень приятно Что-то у меня пока тесто немного странное Но говорят, что надо еще добавить масло Попробуем, наверное Сейчас очень сильно отличается от того, что я видела в рецепте Вот так получилось Вот оставим час Что-то... Только что это петли, но это как камень Почему камень? О, вроде бы нормально Сейчас как только тесто пахнет Что за вкусное? Вот это был мой самый первый хлеб Ну, кстати, я вообще не знаю, как петь хлеб Поэтому так ужасно получился И потом начинала готовить хлеб только из рыжаной мукой Потому что просто с этой мукой Хлеб более выглядит черным Много раз не получилось Потому что тесто из рыжаной муки Они вообще не поднимаются Я оставила 12 часов 24 часа Вообще разницы не было Но я не сдалась Я ела усердно, что я пекла И потом остатками попыталась покормить птицу в горах Но она оказалась хитрая Потом я по ошибке купила целно зереновую муку Что-то по-корейски плохо читала И думала, что это рыжаная мука Но эта ошибка спасла меня Наконец-то получилось что-то, что выглядит как хлеб Давайте я вам покажу, как приготовить черный хлеб по моему рецепту Это может быть сильно отличаться от того, что вы думаете о черном хлебе Но по этому рецепту у меня получается лучше всего Для этого нам понадобится Целно зерновая мука Черная рыжаная мука Дрожжей Соль Соль Сахар 250 мл теплая вода Добавляем 5-6 грамм дрожжей 50 грамм рыжаной муки 50 грамм 50 грамм О, да Фух Это вот, рыжаная мука вот так выглядит Наверное, вы хорошо знаете 250 грамм Поэтому 300 грамм должен получить 500 грамм 100 грамма 50 грамм 100 грамм 50 грамм И сахар Всё! теперь добавляем воду с дрожжей хорошо перемешиваем уже немножко вкусно пахнет ну право хорошо больше рыжаной муки и добавить но почему-то тогда не хорошо получается удобно хотя не надо руками перемешивать вот все час тридцать минут прошло ну примерно будто получилось из-за рыжаной муки когда начинают перемешивать тесто то оно не поднимается обратно хорошо поэтому я максимально буду стараться не трогать вот так оставлю на 10 минут вы надеетесь что поднимется немножко дома идет дрожжи и либо хлеба очень пахнет как алкоголем как будто я готовлю алкоголь в 10 минут прошло 10 минут прошло чуть-чуть поднялась примерно на три часа прошло хлеб все остыл давайте нарезаем потому что я не могу потерпеть больше вкусняшка вот наряжаю мягенький по-моему хорошо получилось внутри очень мягкие интересно божественный хлеб получился давайте попробуем буду попробовать с авокадо и с сыром еще вот это бекон вот корочка самая вкусная очень вкусная достаточно соленые и мягкие внутри мягкие и вокруг во всех очень вкусно получилось буду пробовать еще с ним теперь оба все не надо сходить в булочную чтобы покупать хлеб логкие и капель и мягкие и мягкие и напcostное что там к нам надо ли яйца так вот, что вот этот сливочный вкус, что вот это? Ахахахаха Я говорю, что там на самом деле,